Структурно-инженерная идея не локальной связи. Не просто идея такая вообще, а структурно-инженерная. И для начала... Так, второй, второй. Для начала просто надо вернуться к истории вопроса. С чего все начиналось? Ну, все мы, конечно, прекрасно знаем, как сцепились в 20-х и середине 30-х годов два корифея, у которого точка зрения формировалась совместно с Детенбергом. Поскольку еще в году 26-м они на совместной встрече пришли к выводу, что с их точки зрения локальности, как таковой, до измерений не существует. То есть реальности, я ощущаю себя, реальных частиц до измерений не существует. Вот это их позиция была, с которой Иншейн категорически не был согласен. Иншейн, конечно, был вторым классистом все время, как это написал. Он был, как сказать, физическим реалистом. А Бор с Сергеем Детенбергом ушли далеко в сторону, я бы сказал, далеко в глубь. Учитывая того, что он там когда-то не дадал делать доклад по поводу революции, взглядом Бора-беденности, то это понятно, что он к этому был уже готов. И поэтому к нему пришла такая информация. Как говорится, как говорят в Востоке, «Пока, когда мы готовы учинить, придет учитель». Ну понятно, чем отличались. Я не буду прочитывать слух. Эйнштейн, в 1935 году, совместно со своими сотрудниками, радный слух, что один из них был русский Борис Подольский, они написали статью по поводу нелокальности, которую исповедовал Бор. Эйнштейн попытался доказать, что теория Бора не полна. То есть теория квантомеханиками интерпретации Нельса Бора не полна. Почему не полна? Потому что в ней нет тех элементов реальности, которые должны быть в любой теории, которая описывает мироздание. Элементы реальности понятны с точки зрения Эйнштейна, то есть элементов классической реальности. Естественно, что он придумал мысльный эксперимент, в котором, значит, он постарался показать, что неопределенность Гейзенберга, против которого он категорически возражал, это было ему главное, как говорится, не так и не преткновение Эйнштейна, неопределенность Гейзенберга приводит к выводам, которые квантомеханика, значит, постулирует таким образом, что получается, что, с точки зрения Эйнштейна, не хватает каких-то параметров для реальности. И он в своем исследовании эксперименте показал, что возможно измерить состояние двух дополнительных элементов, те, которые могут с точки зрения классической интерпретации измеряться либо, либо, но никак не вместе. Для этого, собственно, и была придумана формула неопределенности Гейзенберга для стучи расстояния, это не меньше, чем H или четвертой пополам. Ну, будем считать просто H. Не больше, чем дыхает константа. И в этом эксперименте он как раз сумел, для него как бы показалось логично, доказать, что действительно в реальности у Нильса Борова в трактовке квадромеханики это невозможно. Значит, квадромеханики не полна, раз такого параметра не существует. Раз человек, с его точки зрения, это может показать, что все это может измерить, он не свободно, применять нельзя. Значит, теория не полна. И вот Берр-парадокс. Собственно, когда эта статья была опубликована в 30-м году, то спустя какое-то время все читатели этого сообщества присвоили этой статье название Берр-парадокс по начальному группу этих авторов фамилии, фамилии автора. Описывать теперь продукт очень сложно, потому что, на самом деле, это действительно очень заумная попытка объяснения. Даже то, что в свое время Дэвид Бонн придумал в 52-м году, это тоже довольно сложное описание. Поэтому это целью моей доклада не является. Я просто скажу простой следствием. Если мы имеем запутанную пару, из которой состоит квадровая система, то после разделения и размещения частей пары на части, и, насколько угодно, большое расстояние, было до конечных. Каждая часть будет реагировать на изменения в решительстве второй части, причем реагирует мгновенно. Возникает впечатление, что каждая часть пары узнает о новом состоянии своей, оттурной от нее половины. Эйнштейн назвал это космической телепатией или даже вырылся более жестко, зловещее действие на расстоянии. Он считал это невозможным. Эта процедура неприятия длилась, в общем-то, не одно десятилетие, поскольку эту проблему интересуют лишь только люди с физическим уклоном и с философским складом ума. Поэтому только лишь в 64-м, а потом еще в 66-м году физик Джон Белл нашел теоретический способ определить, какая же точка зрения верна. И его выводы в оформлении в виде неравенства они так и получили название неравенства Белла, из которых ясно будет, что если неравенство реальность выполняется, то верна реальность существует. Частицы существуют, имеют свои параметры, и все дополнительные параметры можно измерять одновременно. Если реальность не выполняется, значит, классической реальность нет, значит, мифа не локально. В 81-м году французский ученый А.А.С. Молодой, со своим ученым со своей группой динамышек поставили очень чудесный эксперимент, в котором они сумели показать, что неравенство Белла не выполняется. Я могу сказать, что еще до Анаспекта Белла был проведен опыт в 72-м году, но с точки зрения специалистов у этого опыта не совсем корректная была постановка, и поэтому его не посчитали за достаточный эксперимент, и отсчет ведется только из со статьи А.А.С. Молодой, который написал в 84-м году. Потому что именно только здесь, со всех точек зрения, вроде бы все было корректно сделано. Следующий опыт, но это уже повторение. Опыта было очень много, и каждый опыт показывал правоту Бора, а не Эйнштейн. В этом споре Бор победил. И физическая нелокальность, или физический нон-реализм, стал набирать свою силу. В свое время, когда Нильс Бор спорил с Эйнштейном, он каждый раз, выкручиваясь, умудрялся выйти из ситуации и как бы побеждал ее в споре. Но при дальнейшем анализе, спустя уже долгие годы, выяснилось, что некоторые вещи Эйнштейн ставил некорректно. Эта некорректность, в принципе, объяснялась тем, что Нильс Бор очень активно упирал на принцип Гейзенберга, на принцип неопределенности, ставя его во главу угла. Совершенно не замечая при этом, что существует более серьезный фактор, это фактор нелокальности. И даже сторонник решили... Текст, который... Даже такой сторонник решили, как Эйнштейнер, который в своей статье, опубликованной через больницу, после статьи, поздравляя Нильса Борова и поздравляя Нильсейна с такой замечательной статьей, написал очень интересную фразу. Я, наверное, ее процитирую, после того, как я не вижу, после этого не может найти. Вот цитата из статьи Шердингера. Когда две системы вступают во временное физическое взаимодействие, а спустя какое-то время после взаимного влияния снова отделяется, то их уже нельзя описывать как прежде, то ли считать, что каждый из них представляет только себя. Это нельзя назвать иначе, как характерным признаком квантовой механики, который усиливает ее разрыв с классическим способом мышления. Это говорит физический реалист. Обратите внимание. За счет взаимодействия два представителя квантового состояния становятся запутанными. То есть Шердингер впервые в мире ввел это понятие. Квантовая запутанность. Даже Бор об этом еще не очень догадывался. Он все оказался как раз на Беликой Санкт-Петербурге. Оказалось, что вот именно запутанность лежит в самой основе квантовой реальности. Именно ее не мог принять НЧП. И основной следствий факта запутанности этот переход не мог принять основное раздание. Квантообъекты могут быть далеко занесенные в пространстве. По одним характеристикам они являются как бы сепарабельными. Но по другим характеристикам они могут быть не сепарабельны. То есть они не разнесены в пространстве. И именно по этим характеристикам осуществляется их запутанность. Поэтому, когда говорят, что вот передается информация от одной запутанной пары квантовой системы к другой половине этой пары, и якобы существует какая-то сверхсидровая связь, ничего подобного. Система едина. Она никогда не была разделена по этим характеристикам. По другим характеристикам, она может находиться на другом конце метролактики. Это не имеет значения. Вот по своим физическим, пространственным координатам она находится далеко. Но по своим, допустим, спиновым характеристикам она находится в объективном состоянии. Это одна система. Раз система одна, она знает о состоянии самой себя каждое мгновение своего существования. Поэтому эта квантовая телепатия объясняется этим эффектом очень просто. Никакого нарушения принципа специальной теории относительности нет. Никакой сверхсидровой скорости нет. Дворедукция. Дворедукция, конечно. Дворедукция. Пока наша земная экспериментальная наука не вышла на достаточный уровень с технической точки зрения, то есть не научились ставить очень тонкие опыты. И не было микроэлементной базы, позволяющей проводить очень скоростные эксперименты, которые могли бы действительно мерить интервалы процессов, происходящие гораздо быстрее, чем, допустим, светошка от одного конца комнаты до другого конца комнаты. Пока этого не было, это все оставалось туманной загадкой, тем самым третьим облачком по определению Лорда Рюлея, из первых двух которых родилась квантовой механики теории относительности в 900-м году определения. А когда техника достигла этого уровня, появилась возможность экспериментально проверить не разница была. И появился вот Аланспект, я уже говорил. Аланспект создал как раз инструмент, он работал по принципу фотоаппарат. Они, значит, придумали эксперимент по проекте корреляции, корреляции фотонов, создаваемых атомами кальция, освещенными лучами лазера. То есть система изначально выбивала атомы, которые описывались единые волновые функции. Потом они разгонялись, фотоны излучали, разгонялись фотоны по разным частям эксперимента, а потом уже фазовые администраторы воспринимают. Выскочил из памяти сквероз. Извините. Заросли трудности. Не фазовые. Покажите картинку. Нет, я картинки не рисвал, поскольку я в них не видел смысл. Только общие слова. Это преамбулы. Просто плоскости поляризации, анализаторы поляризации этих потоков. И с достоверностью больше, чем 20 нс. При длине, при длительности эксперимента, когда свету требовалось сообщить от одной системы до другой информацию обойти это пространство 40 нс, а не уложились 20 нс, было четко доказано, что этот эффект работает. Нелокальность есть, и запутанность существует. После этого начались целые лагины опытов, и после этого начали работать уже над квантным компьютером, где основным рабочим телом, конечно, квантом компьютера, это является, конечно, запутанной парой. и даже попытки моделируя работу квантных компьютеров совершать внутри переходы туннельные в телепортацию, то это все работает только на принципах запутности. Теперь я хочу создать два определения, которые потом я буду использовать уже. Смежзапутной квантовой системой называется система, которая по одним параметрам находится в суперпозиционном запутанном состоянии, а потом в обычном гласическом декабриентном состоянии, с проявлением наших физических реальностей. Эквирпада это система, бывшая квантовым взаимодействием, затем спонтанно или осознанно, разделенной на две части, разнесенной в пространство и сохраняющей запутность между собой. Когда осознали эту проблему и стали пытаться построить, кроме методов телепортации и кодирования дешифровки, стали пытаться построить каналы связи, то поняли, что проблема упирается в некоторые тонкости. И просто так с помощью Эквирпар осуществлять мгновенный телеграф не получалось. Всегда требуется гласический канал связи, то есть со скоростью света. Но тут возникнет и такая проблема. Если мы возьмем Эквирпару, разнесенную Эквирпару, и начнем манипулировать с объектом А, предположим, что объект А это передача, объект Б это приемник. На чем манипулируется объектом А, то даже при самой манипуляции объекта А мы не можем по своему усмотрению путем воздействия на состояние квантового тела этой Эквирпары изменять по своему желанию последовательность этих состояний. Из-за принципа суперпозиции эти состояния могут меняться по такому закону. Либо вероятность допустим П выпадает в состояние Х, либо с вероятностью 1-П выпадает в состояние 1-П. Я про П говорил вероятность, да? То есть послать осмысленный сигнал таким способом невозможно. Нельзя сопоставить каждому изменению состояния Эквирпара. Например, мы возьмем систему спин-вверх, спин-вниз поменяем здесь какое-то спин-вниз, тут спин-вверх Обозначить спин-вверх, допустим, за единицу, а спин-вниз за ноль нам это ничего не даст, поскольку мы можем все время тут менять спины а он выпадает все время нули или нули подряд с той вероятностью, которую я сказал поэтому однозначно такого манипулирования невозможно создать и поэтому, значит, я вот притумывал Мое предложение. Основной упор делать неоднозначным в соответствии состояния Эквирпара какому-либо из двух знаков на самом факте наличия этих изменений в основном украли время когда я буду сейчас для скорости, я не останавливаюсь я буду читать быстрее кинь картинку не снижая эффективность да, хорошо предлагает лету два варианта первое первый вариант системы находится квантово-запутные системы находятся в состоянии покоя относительно друг друга или двигаются с определенными точными линейными скоростями хорошо прочитываемыми тогда можно создать систему разъеденную систему в данном случае пока берем этот порядок где мы будем создавать с помощью какого-то генератора воздействия на эту систему которая меняет квантовое состояние этой системы но воздействие этой системы для этого надо ввести заранее стандартный интервал времени бета-т который генерируется собственным генератором если передачка это то допустим пока не надо пока первое время в котором проект работает за крупного тела стандарт целого и права верно? в принципе да они могут подводиться со всей приоритетской преобразовании обязательно у них должен быть единый стандарт общий стандарт обязательно общий но поскольку скорость просчитывается то есть стандарт просчитывается легко общая числа и здесь не отвлекательная отлично не отвлекательная теперь значит за этот период дельта-т мы создаем с помощью этого генератора и управляющего блока в этом теле м избыточных изменений м избыточных изменений которые пытаются изменить состояние системы но для того чтобы опять же учесть то факт что подряд могут выпадать как говорится одни орлы вместо орешек то мы должны это м избыточное сделать значительно больше чем м м изменений запутности в этом теле и тогда мы естественно принимаем просто эти изменения и за период времени дтт это у нас пусть будет м изменений пусть будет считаться за единицей тогда в следующий период времени дтт1 который не обязательно будет равен дтт у нас мы не производим никаких изменений либо изменения происходят спонтанно но при этом эти изменения по количеству своему должны быть много меньше чем м м мы можем выбирать уже как будущий стандарт и вот и тогда мы это состояние обозначим за логическую ноль логическую ноль у нас готов к квантовому каналу для анонимности работы квантового канала мне поможено его прорезервировать с разными рабочими телами тогда это будет и совсем не будет работать второй вариант ЭКЗС двигается как ЭКЗС двигается относительно друг друга с произвольными скоростями и ускорением тогда у нас на передающей стороне по-прежнему мы используем собственные генераторы которые разрешивают допустим на рабочее тело этого на состоянии этого рабочего тела а в этом случае без учета резервирования используя как минимум два квантовых смешных канала одновременно кроме основного информационного канала используя дополнительные вспомогательные каналы синхронизирующие в общем виде если они резервируют то значит они не просто один а и три а тут жито в общем виде при резервировании логика работы первого канала этих первых канала остается то же что в первом варианте то есть любое изменение превышаем не меньше чем Н это единственное любое отсутствие изменений не меньше чем К это 0 теперь значит что у нас происходит с помощью резервирования канала резервированный канал у нас передает тактную частоту поскольку в этом вспомогательном канале в отличии блок-сием на первом варианте генераторы на каждом сцене работают только в режиме передачи только в режиме передачи если это передает он только в режиме передачи между режимом примен Jose по этому каналу так за назадный интервал времени и на вorum далacak игру кли crisp н... Уже в ДТТ производится L изменение состояния пиротажа, по той же нотке, что и в первом варианте. Но, в отличие от первого варианта, здесь, в этом синхроканале, последовательность импульса всплата периодична. Здесь уже нет возможности передавать какую-то формацию, а мы четко даем 0, 1, 0, 1, 0, 1, то есть обычную таторную частоту. Потому что ДТ плюс ДТ-1 это наш просто период частоты татора. И тогда эта таторную частоту синхронизирует этот генератор, эти рабочие тела. Работают вместо этого генератора. Именно вот эти канаты здесь. Работают как генератор здесь, например, в этой стороне. Вот. Фиксацию начала и конца связи можно делать посредством, передавая по всем каналам перед началом и после конца передачи, определенный кодовый набор из логических нуля и единиц, на которых будут реагировать подключенные к рабочим делам и работающим в случае в режиме схемы совпадений, включающие и отвечающие запись определенной информации. Частоты генераторов этих всех приводятся к единому стандартному, а это в первом варианте. Я говорю. А тут они приводятся за счет того, что это приводится к стандартному, а это уже стандартный принимается здесь, на этой стороне. Возможно, что в качестве штрафтовые в режиме передачи выгодно будут выбрать параметры, использующие стандарторы, выделенные системой космических пульсаров. Может быть, это нам поможет. Кодовый набор, начало и конца передачи истук, передается по инфраканалу. То есть, во-первых, по синфраканалу. Три минуты осталось. А, хорошо. Этот принцип, к сожалению, может быть... в случае, когда рабочие тела двух и более передатчиков переводятся с помощью квантового взаимодействия между ними в запутное состояние в одном месте и, скорее всего, на земле. После этого рабочие тела, для которого передатчики могут быть перемещены в другое место. Этот процесс сохранения запутности при перевозке в длительное время и в течение длительного времени представляется сейчас невероятно сложной технологической проблемой. Практически и доходящей за рамки в области современной науки и технологии. Ну, как бы, знаете, какие-то 20 лет назад были замечательны в современных графиках компьютеризированных. Так что, когда такие аппараты будут доставлены на Марс, на Плутон, или, может быть, даже на звездам, то позвонить, как говорится, на соседнюю звезду, или на письме Жигалатки, будет не сожлее, чем с тематином Киндердзак. Хотя там, конечно, вообще показано. Ну, там именно это показано. Там показано именно это. Там показано именно это, да. Так, ну, что еще? Поставьте еще вот эти аппараты. Вот эта ситуация... Красивые картинки, пожалуйста. Что? Есть еще одна красивая картинка, пожалуйста. Мне просто очень понравится стихи, которая отражает состояние наше. Это действительно ведь так? Все согласитесь? Да. Слух. Слух. Это почти неподвиженности мука. Мучаться куда-то со скоростью звука. Знаю при этом, что есть уже где-то некто, летящий со скоростью света. Прекрасно. Леонид Мартынов, 52-й год. Пожалуйста. Спасибо. Значит, меня всегда поражает способность умов некоторых смешивать кожи так с яичными. И ответ с мухами. Да, и ответ с мухами. Интересно. Я не имею в виду нашего докладчика. Доклад очень хороший. Я имею в виду действительно великие умы, такие как Штейн. Ну и чем было ответственно? Ведь подумайте только. Вот три совершенно разных тезис. Первый тезис. Физический мир подчиняется только закону локальных причин. Это позиция Бора. Штейна противоположная. Это одна совершенно не связанная мысль. Вторая. Реальные частицы до измерения существуют. Здесь оказался прав Эйнштейн. Но это другая мысль, не связанная совершенно с первой. И третья мысль. Квантовая механика не полна. Здесь победил Эйнштейн. Но опять, и третья никак не связана с двумя предыдущими. Он не победил. Он не победил. И счет получился 2-1 в пользу Эйнштейна. В результате анализа экспериментов. Один-два, счет. Счет 2-1 в пользу Эйнштейна. 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 Но. Что я хочу еще отметить в связи с этим. Недавно вышла статья в вопрос о философии. Буквально в последних номерах. Из института философии специалисты какой-то пишут. И последняя фраза была такова. Ну зачем же так льстить себе? Утверждаю, что квантовая механика полна. Ну как можно так льстить себе? Вы понимаете. С точки зрения отдельного человека. Науки на отношениям это очень слабо. Да. Но самое-то поразительное. Что вот три тезиса никак логически не связаны с собой. Принимаются в пакете. Вкупе. Ну вот. Я сразу говорю, что вы ошиблись. И используют квантные механики. Счет 2-1 как минимум. Как минимум 2-1. Если не 3-0. Насколько я знаю, Эйнштейн постулировал свою теорию. Он ее не доказал. Если теория Эйнштейна будет опровергнута, как это расскажется на вашей национальной? Никак абсолютно. Потому что у меня нет противоречия даже с нынешней теорией Эйнштейна. Никакого противоречия. Если работа Эйнштейна будет опровергнута, то есть она будет несостоятельной. Тогда будут детали синхронизации генераторов. У вас не коллега. Это вопрос по другому долгу. Кодекс синхронизирует. Использовав логически. Тихо. Суть вопроса. Вы обозначили презентации, предлагая схему осуществления телепортации. Нет, не телепортации. Передача информации. Я не передаю тело какое-то со своими свойствами. Нет. Телепорт Эйнштейна, то есть передача на расстояние. Хорошо, суть не в этом. Я, во-первых, сразу сказал. Передача информации цели. Никакой передачи у нас не существует. Хорошо. Мгновенная передача информации. То, что вы говорите. Слово передачи. Выкиньте из лексикона слово передача. Трансляция. Мгновенная трансляция. Мгновенная трансляция. Трансляция состояния. Хорошо. Хорошо. Вы сказали, что для того, чтобы это обеспечить, нужно осуществить синхронизацию. Отправить, то есть эмиттера. Эмиттера сигнала. Излучателя. И приемник. Синхронизировать, а затем разнести в пространство. Но есть еще одна возможность. Не синхронизировать, я говорил. Это уже техническая сторона делает. Это важно. Это важно. Секунду. Но что если предположить, что на фундаментальном уровне все локации пространства связаны? Тогда существует возможность, разнеся эмиттер и приемник на расстоянии, зная, что все локации связаны, не осуществляя спутанности на месте. То есть спутываем, разносим. Не спутываем. Не спутываем. Они просто разнесены. Но зная определенный принцип, мы можем осуществить трансляцию. Трансляцию. Я согласен. Я согласен. Это было бы воевать. Если не напишите фразы, меня и не спутали. Я говорю, что надо использовать те состояния Вселенной, которые до сих пор сохраняют флантовую запутанность. Скажи, пожалуйста, а зацепленность? Что? Зацепленность? Нет. Значит, вот сейчас говорят о телепортации флантов и так далее. Но для этого нужна зацепленность. То есть... Какая? Какая? Суперпозиция. Состояние суперпозиции. Суперпозиция. Готово. 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 Проказал Телевизор. А на телевизоре я понимаю, но без точек информации. Когда я говорил о телепортации, когда дитё умирает, а мама чувствует. То есть там ясно, есть что зацепленность. Да, совершенно верно. Никакой запутанности, а явной зацепленности. У моей знакомой родились близнецы. Первые две недели они жили в состоянии... Если один близнец поднимает руку правую, второй близнец поднимает только руку правую, если один поворачивается на бок, на левый, в это же мгновение поворачивается на левый бок. Один кричит, второй кричит. Вот это первые две недели. Потом это все исчезает. Потом мы декортируем... Когда у меня родилась в доме, и в 5 часов 20 минут. Я беру в 2 часа 20 минут, в 5 часов 20 минут. Я проснулся. Последний вопрос у меня... Вода и наверняка. Последний вопрос у меня по поводу презентации. По сути дела. У вас есть доказательства, математическое доказательство, математическое подчеркиваю, или логика математическая, или логическое доказательство, логическое доказательство, герифицирующее предположение, что схема будет работать. Слышишь? Сразу отвечаю, Миша. Сразу отвечаю. Сразу отвечаю. Я не физик-теоретик. Я инженер-электронщик. Это просто моя хобби. Хорошо, все. Хорошая ответственность. Честная ответственность. Я понял, что мы согласны с тем, что нелокальность не имеет физической основы. Почему? Нет, наоборот. Вся физическая основа построена на нелокальности. Я наоборот поверну эти слова. Вся наша реальность построена на нелокальности. Вся наша человеческая культура, например, 80 тысячелетий, все международные существа, все религии, все экстрасенсорные всякие выходки, это все основано на нелокальности. Это выход в состояние суперпозиции с помощью своего сознания. Изменевая состояние сознания.